Информационный день по зелёной экономике положил начало большому проекту, актуальность которого оправдана временем. Жизнь современного человека буквально повсеместно сопряжена с технологиями, что во многом упрощает наш быт. Однако за комфорт, к сожалению, приходится платить. И цена это – здоровье. Как сделать экономику более практичной и экологичной? Как научиться грамотно использовать переработку отходов и при этом сохранить окружающую среду чистой? Ответы на эти и другие вопросы искали участники большого открытого диалога. Зелёная экономика – это значит разумная экономика. Для того, чтобы разумно распоряжаться предоставленными ресурсами, в том числе чистым воздухом, безусловно, надо считать. Поэтому и совпадают два понятия – экономика и экология. Первый подобный информационный день в стране принимал Брест. И это оправдано. Уже не один год в регионе реализуются комплексные экологические программы, позволяющие не только сохранять безопасные условия для жизни людей, но и развивать, используя дополнительную базу, новое производство. Принцип рационализма лежит в основе зелёной экономики Бреста. В этом заинтересованы и жители областного центра, и руководство. Поэтому город сделал первые шаги по присоединению к международной инициативе «Симбио-Сити». Делаются шаги, и они, в принципе, на уровне республики, в поиске международных инвестиций, они сделаны немалые для того, чтобы Брест попал в ранг тех городов, которым будет присвоено звание «Брест-Симбио-Сити». То есть умный город. И вот в этом плане мы сейчас находимся на стадии того, когда эти задачи, эти проекты должны будут реализовываться. Так что я считаю, что если говорить относительно города Бреста, то он и один из тех городов, который опережающими даже, можно сказать, темпами шагает в будущее. Брест стал первой точкой на зелёной карте Беларуси. Дальше проект продвижения зелёной экономики в республике Беларусь начнёт своё путешествие по стране. Уже запланированы информационные дни в Витебске, Гродно, Гомеле и Минске.